Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Роберт Роцевский. И в сегодняшнем видео мы узнаем, как отслеживать ваши дивидендные акции, как следить за тем, как ваша портфолио будет расти и сколько ваша портфолио будет вам приносить каждый год. А также вы узнаете много полезной информации о том, когда и как, и как часто ваши дивиденды будут платить вам, в какие месяца и даже в какие дни. И давайте посмотрим это, разобрав очень полезный сайт, которым я пользуюсь для отслеживания своих дивидендов, под названием Track Your Dividends. Сейчас мы находимся на моем сайте. И на этом сайте мы видим, что сверху у нас есть название сайта и также некоторые кнопки, такие как Dashboard, Diversification, Upcoming Dividends, Future Value, Research, Education и лого с вашими настройками. Здесь мы видим снизу, какое количество денег в нашем портфолио, а точнее во всех наших портфолио, которые вы добавили сюда. Потому что, как видите, здесь выделено Summary, что означает общее количество денег во всех ваших портфолио, которые вы сюда добавили. И для меня это 3686 долларов. Здесь вы видите все портфолио, которые я сюда добавил. Это портфолио от M1 Finance, Public, Robinhood, Webull. И также кнопка для добавления новых портфолио. Например, вы можете нажать на нее и добавить сюда название вашего портфолио, любое. И также в какой валюте вы хотите добавить данное портфолио. А также вы можете здесь выбрать, чтобы обновлять ваше портфолио самому. То есть добавлять все акции, сколько вы купили, за какую цену самому. Либо же сделать это автоматически, подвязав этот сайт к вашему брокеровскому аккаунту. Такому как Robinhood, Webull или еще какому-нибудь. Но я добавляю все автоматически сам. Вы решайте, как вы хотите это делать. Также мы видим кнопку Add Holdings, что означает, если вы хотите добавить в ваше портфолио какую-нибудь новую позицию, вы нажимаете на эту кнопку. И поскольку мы сейчас во вкладке Summary, вы должны выбрать, в какое портфолио вы хотите добавить в вашу новую позицию. Предположим, это будет Robinhood. И, например, я хочу добавить позицию в Robinhood, акцию. Давайте скажем Microsoft. И, например, я добавляю одну акцию. И цена здесь показывается, последняя цена, которая обновлялась. И это 295 долларов точка 04. И если я нажимаю кнопку Add Holdings, то в мое портфолио Robinhood добавится одна акция Microsoft по вот этой средней цене. Я нажимаю Add Holdings. И, как видите, мое портфолио немножко увеличилось. Если мы нажимаем на Robinhood, мы заходим во все акции, которые у меня есть в Robinhood, листаем ниже. Или же, чтобы не искать и не листать долго, вы можете также делать поиск по акциям. Если мы напишем Microsoft, то вы видите, что у меня сейчас 1.23 акции Microsoft. И 23, потому что до этого у меня уже было моих 0.23 от одной акции Microsoft. И сейчас я добавил одну, оно сплюсовалось. Посчитало новую среднюю цену, за которую я купил. И также показывает нам, сколько у нас акций в Microsoft. Какая цена на данный момент от акции Microsoft, как она изменилась за последний день трейдинга. И чтобы вы помнили, дни трейдинга с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье маркет акций не работает. Также средняя цена за эту акцию, это, например, если вы покупали Microsoft 10 раз. И каждые 10 раз это были разные цены, то оно считает среднюю цену, за которую вы купили эти акции Microsoft. Также здесь ваш общий доход или ваши общие потери от этой акции. И ваши дивиденды от данной акции. Microsoft платит не очень большие дивиденды, 0.84%. И если бы у меня реально было 1.23 от акции Microsoft, то я бы в год от этой акции получал 3 доллара и 4 цента. И давайте изменим обратно, чтобы у меня не было неправильной информации. Мы уберем отсюда 1 и добавим 0, потому что мы добавляли только одну акцию. И на самом деле у меня в Microsoft только 0.22594 от одной акции. Мы нажимаем Update Holdings. И как видите, портфолио немножко уменьшилось. И если мы опять найдем Microsoft, то мы видим, что данные также поменялись. И мой годовой доход сегодня не 3 доллара, а 0.56 с акцией Microsoft. Что на данный момент правда, но в дальнейшем будущем я планирую увеличивать доходы от этих акций, насколько это возможно. Также здесь вы можете пролистать и увидеть все ваши акции, например, в Robinhood. Или же если вы инвестируете в Webble, то все ваши акции в Webble. Какие у них годовые доходы, какие у них средние цены, за которые вы покупали. И любую информацию, которая вам будет полезна. А снизу вы видите краткую информацию о сектор diversification. Это как разделены акции по секторам. И также дивиденды, которые будут вам платиться в будущем. Но если вы хотите узнать более точную информацию, сколько и когда будут платиться дивиденды. И как ваше портфолио разбито по секторам и акциям. Вы можете пролистать вверх. Например, мы выберем summary, чтобы было больше информации. И нажмем diversification. В этой вкладке нам показывается, как наше портфолио разбито, по каким секторам. И, например, у меня, если брать самые большие сектора, то это 19.9% в Defensive секторе, 41.9% в Cycle, 35.2% в Sensitive и 2.9% в Fund. Если вы пролистаете ниже, вы можете увидеть, в какие акции сколько процентов инвестировано. Если сравнивать с вашим общим портфолио. Например, самое большое мое инвестирование в акции это Apple 4.9%. На втором месте это IRM 4.3% и на третьем месте ENB 2.8%. Здесь вы можете видеть краткую информацию. Например, у меня 95 позиций в акциях. Самая большая, как мы уже и видели, это 4.9% в Apple. Самая маленькая это TPI. И здесь показывается 0% только потому, что у меня очень мало инвестировано в эту компанию. И там инвестировано, я предполагаю, 0.000% в эту компанию. Если мы смотрим по секторам, то мой самый большой сектор это Consumer Cycle 15%, а самый маленький US Equity 2.9%. И снизу мы видим, что 66 компаний платят мне дивиденды. Самый большой процент дивидендов, который у меня есть и от какой компании, это BBL 12.2%. Но самый большой доход от дивидендной компании, это компания IRM 9 долларов в год. И здесь мы видим, опять же, еще более точное разбиение по секторам. И по индивидуальным вложениям в различные акции. Также вы можете отсортировать это по индустриям. По сути, это будет то же самое, что если вы посмотрите, сколько у вас инвестировано в какую акцию. И следующая вкладка, которую я проверяю очень часто, потому что она очень вытушевляет, это вкладка под названием Upcoming Dividends. Что означает, какие дивиденды скоро вам будут платиться в ваших портфолио. Если мы нажимаем на эту вкладку, то мы видим, опять же, дивиденды со всех портфолио, которые у нас есть и которые мы добавили, то есть со всех акций, в которые вы инвестируете. И здесь мы видим небольшой такой график, который показывает дивиденды за год. Например, февраль это 11 долларов, март 14, апрель 7, май 10, июнь 11, июль 13 и так далее. Вы также можете поставить Set Dividend Alert, что означает, что вам будут приходить уведомления на почту, когда ваши дивиденды вам будут платиться. И снизу мы видим, какие акции в каком месяце будут вам оплачиваться. Например, от Apple вам будет платиться 0,24 цента в феврале, 0,24 цента в мае, 0,24 в августе и 0,24 в ноябре. И если вы пролистаете ниже, то вы видите доход за месяца. Например, январь это 11 долларов 25 центов, февраль 13, март 7, апрель 9, май 10 и так далее. И также очень полезный календарь вы можете увидеть снизу, это в какой день, сколько вам заплатится. Например, 1 февраля мне заплатили 2 доллара 30 центов, 2-го 21 цент, 4-го доллар 70 и так далее. Вы можете смотреть все вот эти даты и сколько вам будут платить. Также снизу есть небольшое описание в квадратиках, что означает, если квадратик вот такого цвета, то это значит, что вам платится меньше, чем 20 долларов дивидендов. Если он чуть-чуть темнее, то это уже от 20 до 40, еще темнее 40-60, еще 60-80 и последний квадратик это больше 80 долларов от дивидендов в день. И снизу также есть полезная таблица, которая показывает компании, которые подтвердили, что они заплатят в этом периоде дивиденды. Как мы можем видеть, тикер символ T, эта компания AT&T подтвердила, что она заплатит дивиденды 1 февраля и это будет 1 доллар 73 цента. Следующая вкладка помогает вам посчитать, какое у вас будет в будущем портфолио и сколько ваше портфолио будет вам платить. Если мы нажимаем сюда, то мы видим такую таблицу или даже график, в котором показывается, сколько ваше портфолио будет стоить в будущем. И, например, на данном этапе здесь стоят настройки по умолчанию, как отображается эта таблица. И если вы пролистаете немного ниже, то вы можете настраивать этого самостоятельно. Обычно здесь показываются средние параметры, как акции и дивиденды растут в течение года. То есть вы можете не менять вот эти две строчки, но вам, скорее всего, придется поменять эту строчку, потому что первая строчка означает дивиденд, gross rate, что переводится как на сколько процентов вырастут ваши дивиденды через год. И если вы не знаете, сколько это будет, вы просто можете написать, сколько в среднем вырастают дивиденды за год. И интернет выдаст вам это среднее число, так что вам не нужно быть каким-то гением, чтобы знать его, просто загуглите. 5,4% это средний рост дивидендов в год. 3% здесь стоит средний рост акций в год. Но на самом деле обычно этот рост от 8 до 10%, давайте поставим 8. Annual Contribution это сколько вы планируете вкладывать в акции каждый год. Например, давайте скажем, что я хочу вкладывать в акции каждый год, давайте предположим, 5000 долларов. И здесь последняя строчка показывает, сколько ваши дивиденды будут максимальными в конце какого-то периода. Я лично думаю, что мои дивиденды в среднем, когда я больше буду еще инвестировать, они будут в среднем 4%. Я нажимаю 4, нажимаю Update Chart, и оно показывает мне новые метрики, которые вы можете сортировать по 5 лет, 10, 15, 20, 25. И, например, посмотрим, что будет, если я буду инвестировать 5000 долларов в течение 25 лет в маркет акций. Мое портфолио будет стоить 566 тысяч долларов, и мои дивиденды с сегодняшних 130 долларов вырастут до 11 тысяч долларов пассивного дохода в год, которые я буду просто получать за то, что у меня есть эти акции, и больше с ним ничего не делать. И эта таблица показывает вам рост вашего портфолио в том случае, если вы всегда реинвестируете свои дивиденды. Это не имеется в виду, что вы инвестируете только 5000 и все. Это имеется в виду, что вы инвестируете 5000 и каждый раз реинвестируете свои дивиденды, не снимая их со своего аккаунта. В принципе, на этом сайте больше нет каких-то полезных функций, потому что остальные функции, как Research and Education, они доступны только если вы воспользуетесь платной подпиской на данном сайте. Например, если я нажму Watch List, оно говорит, что у меня нет доступа к этой функции, и если я нажму Upgrade, то вы увидите цены на данную подписку. Например, вы можете платить 9.99 в месяц или 99 долларов в год, и вам дадутся дополнительные функции на этом сайте. И если вы хотите, вы можете просто попробовать, и неделя вам дастся бесплатно для тестирования этих функций на этом сайте. Я лично пользуюсь бесплатной версией, потому что всю ту информацию, которую они здесь предоставляют, вы можете легко найти на просторах интернета, и вам не нужно платить за это дополнительную сумму. И это все, что я хотел рассказать вам сегодня об этом сайте. Также, как бонус для тех, кто досмотрел до этого момента, я хочу вам показать еще один сайт, где я отслеживаю свои криптовложения. И этот сайт называется Dashboard Coin Tracker. Dashboard Coin Tracker, оно не такое детальное, как Track Your Dividends, который мы используем для акций. Оно, по сути, просто показывает, сколько у вас инвестировано в вашу криптовалюту, сколько вы потеряли с криптовалютой, и как ваше портфолио изменилось за день. Вы не можете здесь отсортировать по неделям, месяцам и так далее, потому что оно хочет, чтобы вы сначала зарегистрировались на платную подписку. Но, с другой стороны, оно удобное в том плане, что если вы инвестируете в криптовалюту в разных аккаунтах, например, Coinbase, Gemini, Coinbase Pro или какое-то другое приложение, вы можете добавить эти все аккаунты сюда, и оно автоматически будет отслеживать ваши вложения в криптовалюту со всех этих аккаунтов и также отслеживать ваши транзакции с этих аккаунтов. А в остальном, по сути, это просто вы можете использовать для просмотра того, как ваше портфолио изменилось и куда вы что потратили, не более. И на этом я хотел бы закончить это видео. Надеюсь, эта информация была вам полезной. Надеюсь, вы можете теперь более эффективно и более с умом отслеживать свои дивиденды, знать, куда, когда вы как инвестировали, когда вам будут платиться дивиденды и куда вы что потратили. Надеюсь, вам это было очень полезно. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, и до новых встреч! Всем пока!